добрый вечер да спасибо что выбрали это мероприятие потому что вечер пятницы можно провести по-другому это действительно так с одной стороны с другой и я понимаю да что тема вакцинации она понимаете такая неблагодарная потому что она например прошел тут недавно в интернетах круглый стол под управлением марии шукшиной знаешь по поводу того как эти вакцины наносят невероятно ущерб национальной безопасности всему остальному естественно там не приводились никакие источники то есть просто голословно набрасывалась куча всякой информации но тем не менее именно этот круглый стол он почти трехчасовой был я даже осилил его потом посмотреть специально для разбора так вот его посмотрели потом нарезали на кусочек и распространяли по соцсетям смотрите там правду говорят хотя никаких подтверждений никаких исследований никак ничего фактологического да там не было а для того чтобы разобрать этот стол до потребовалось неделю то есть я неделю все это потом разбирал у себя в стреме потом это все выложил да на ютюбе и естественно все это подтверждал ссылками но тем не менее верят им они мне да то есть это какая-то очень такая интересная вещь я понимаю да что мы живем в таком достаточно интересном мире в котором существование вакцин противоречит самому себе по идее то то есть у нас же нет инфекции вокруг да а вакцины есть и мы с вами действительно видим множество побочных явлений действительно там пост вакцинационных осложнений даже летальных исходов от вакцин и люди считают что смотрите у нас нет инфекций зачем нам вакцины и по этому поводу вот я в том числе сегодня и расскажу очень много я так надеюсь что оно будет полезно я так надеюсь что презентацию будет видно да потому что там будет много всякой интересной информации я так надеюсь что ее прикрепят том числе к записи то есть ее можно будет скачать например и походить по ссылкам которые там есть ну просто потому что это подтверждение того что я говорю то есть самое главное это не какое-то мое личное мнение да просто вот я это придумал и решил вот это так рассказывать нет это такой обзор скажем так ну поскольку я научный журналист то есть это фактически работа научного журналиста я собрал актуальную информацию по этой теме я проконсультировался с кучей специалистов в том числе с разработчиками вакцин в том числе с разработчиками отечественных вакцин о которых я сегодня буду говорить коронавирусных и так далее то есть проделана достаточно большая работа и вот сумма этой работы она представляется вашему вниманию то есть мне можно не верить но лучше верить научным исследованиям я на них опираюсь по крайней мере стараюсь очень сильно значит в чем проблема в том что антипрививичное настроение в принципе в мире достаточно такие мощные я бы сказал так и например лондонская школа гигиены и тропической медицины даже ведет специальный проект она учитывает антипривычное настроение в мире и считает сколько процентов населения той или иной страны при опросах выказывают недоверие вакцинам вот если мы посмотрим на 2015 год например то наша страна была на третьем месте на первом была франция 41 процент сразу за ней была босния герцоговина и потом мы 28 процентов а сразу за нами была монголия надо сказать что через несколько лет ситуация изменилась и мы отстали то есть мы ушли куда-то во вторую десятку но я так надеюсь что некоторые разрушительные действия в этом смысле оказала я да на людское сознание люди почему-то стали верить в то что вакцины реально работают и от них может быть некий эффект но первая тройка так и осталась примерно франция также на первом месте босния с герцоговиной также на втором ну и так далее монголия тоже где-то там же то есть они все остались там же у нас чуть-чуть сместилась но коронавирусная история вот эти вот эти весы очень сильно качнула и если посмотреть по последним опросам у нас в стране то примерно 62 процента людей они выказывают той или иной степени доверия именно уже коронавирусным вакцинам а это как вы понимаете огромная проблема почему ну потому что можно скажем противиться вакцинам против кори у нас есть большое количество привитых и этот иммунный щит хоть как-то сдержит это заболевание соответственно несколько процентов населения могут по самовыражаться то есть такое да допустимо скажем дифтерия то же самое большое количество привитых и так далее по коронавирусу у нас нет привитых ну скажем так да потому что те цифры которые мы сегодня показываем это на уровне знаете пренебрежимого знакового значения на них можно не ориентироваться то есть привитых нет по большому счету иммунной прослойки тоже особо нет и вот тут самовыражаться никак не получится потому что нам нужно все-таки эту сразу как-то останавливать как но вот я во второй части своего рассказа постараюсь этого коснуться но все-таки начну чуть-чуть издалека почему вообще принципе эта проблема возникла потому что люди считают что ну вот почему у нас нет болезней это не только потому и даже не столько потому что у нас есть вакцины а потому что у нас чистая вода действительно то что у нас доброкачественная пища то что у нас канализации есть другие санитарно-гигиенические условия то есть вот это все оно позволило нам в том числе побороть инфекционные болезни а вакцины просто рядом постояли ну ладно я еще соглашусь с холерой вот в этом разрезе может быть до холеры брюшной тиф и так далее то есть все вещи которые сопровождают войны катастрофы и прочие там вещи но кори что собственно изменилась скорую например вот в связи со всеми этими достижениями антибиотики на нее не действует какие-то достижения санитарии гигиена ей как бы все равно она передается воздушно-капельным путем и отлично заражает других людей да то есть здесь каких-то особых достижений не прикрутить именно к победе над корью хотя если мы посмотрим и заболеваемость и смертность покурит то там в общем то очень четко видно что только вот сейчас последнее время оно пошло очень сильно вниз первый рывок был где-то со середины прошлого века где-то годы по восьмидесятые примерно и второй рывок вот сейчас то есть когда прошли две мощных волны вакцинации очень четко привязывается так что нет далеко не все мы можем списать на санитарию гигиену и это нам отлично показал коронавирус который пришел как бы на абсолютно пустое поле у нас не было людей которые к нему были восприимчивы ну по крайней мере мы так считали да потому что потом выяснилось что есть очень очень небольшая прослойка счастливчиков которые переболели коронавирусами человеческими а их аж 4 штуки есть разных на выбор вот они переболели и получили такую кросс реактивный что называется то есть их клеточный иммунитет он смог распознать и вот этот вот новый вирус и тоже очень эффективно уничтожать клетки которые им инфицированы и не давать развиваться заболевания но это еще раз говорю очень очень небольшое количество людей все остальные были к этому не готовы да то есть к этому вторжению и отреагировали болезнью и вот мы увидели за девятнадцатый год в основном китай видел все это у себя а вот за двадцатый год мы это прекрасно посмотрели как выглядит мир без единственной вакцины и встречалась даже среди коллег которые занимаются примерно аналогичной деятельностью такое обнадеживающее скажем высказывание что смотрите но вот теперь антипривычника увидят как выглядит мир без единственной вакцины на фоне тяжелой инфекции и перекуются да ничего подобного нет я им сразу сказал что такого не будет и к сожалению оказался прав потому что там другой мир да там другая вселенная совершенно и там другие законы они сюда как бы не приходят в эту в нашу вселенную где есть нормальная наука есть эпидемиологии есть прочее прочее есть реальность до от которой никуда не денешься значит если мы будем говорить о вакцину точнее так о прививках вот как вы думаете сколько лет прививкам так вот тысячу я услышал правильно около тысячи то есть чуть более тысячи лет по крайней мере по зафиксированным письменным источником дело в том что да вопрос коварный потому что вопрос прививкам то есть не вакцинации а прививкам это как я сейчас немножечко покажу это разные вещи поэтому да действительно прививки я не знаю насколько видно надеюсь что все таки видно прививки документируется очень четко в китайской литературе и в индийской литературе примерно где-то 9 10 века но раз она там документирована значит до этого они тоже существовали просто может быть не записывали идея была достаточно простой у нас есть человек который выжил после болезни тогда еще не понимали что существуют микробы существует иммунитет и так далее то есть просто человек выжил значит у него есть некие свойства которые помогли ему выжить и нужно чтобы на этими свойствами поделился со здоровым человеком то есть идея правильная сама по себе и даже реализация была частично правильной то что брали брали вот эти корочки которые на оспинах образовывались до после натуральной оспы измечали их порошок и затем при помощи вот такой вот длинные трубки специально вдували в ноздрю причем что интересно лица мужского пола надлежало вдувать в правую ноздрю а лицам женского в левую не знаю почему но вот такими именно так вот отражено да может быть что-то связано с какими-то там течениями цели еще чего-нибудь не знаю но вот такая так так было положено тогда и что интересно да действительно эффект наблюдался эффект был причем достаточно неплохой примерно 80 процентов людей приобретали то что мы сейчас можем назвать иммунитетом то есть они действительно переболевали в относительно легкой форме не умирали и больше не заражались вот с 20 процентами было конечно грустно потому что там были тяжелые формы и летальные исходы но если мы вспомним какова в принципе летальность натуральной оспы там под 90 процентов то пожертвовать 20 процентами против 90 это выглядело вполне себе рационально и надо сказать что как раз на востоке то есть основное течение по прививкам оно началось на востоке и там и было очень распространено примерно где-то века до 18 наверное не только 18 веке через османскую империю через жену британского посла там там по очень сложной схеме наконец-то вакцинацию занесли в англию и сначала были испытания клинические испытания по сути но тогда добровольца было найти сложно поэтому взяли заключенных из тюрьмы и им сказали что вот мы вам заменяем смертную казнь через повешение на участие в клиническом исследовании те естественно с радостью согласились на них испытали вакцину вот такую вот такие не вакцину прививку прошу прощения прививку вот такую вот они все выжили естественно после этого привили и британскую королевскую семью и на это стало смотреть и наша император и императрица в то время до просвещенная достаточно и переписывавшиеся не только с вольтером да ну и со многими с медиками своего времени екатерина вторая она заинтересовалась вот в том числе вот этим вот методом защиты от болезни что тогда брали тогда брали в качестве материала вот эти вот содержимое оспенных пузырьков у легко болеющих людей и переносили при помощи таких вот поскребований да то есть инокуляция так называется этот метод то есть царапают и туда вносят капельку содержимого именно из пузырька людей то есть людской это материал людской и у китайцев с индийцами и вот здесь в европе это был людской материал императрица пригласила специально из рубежа английского врача который владел этим методом который знал как это делать взяли мальчика александра маркова из простых из очень простых да то есть его взяли в качестве донора скажем так материала после того как все завершилось благополучно а завершилось оно действительно благополучно ему пожаловали дворянство герб вот он здесь изображен и фамилию оспенный он пошел по военной службе дослужился до секунд майора но потом как-то не задалось у него не с деньгами не с личной жизнью не с чем остальным он писал императрица несколько раз мол матушка я в свое время помог прям сильно может быть вы поможете но как-то екатерине в то время видимо было уже не до него и товарищ затерялся в век истории не ясно продолжился ли его род но тем не менее да то есть вот такая история есть что взяли материал привили и самой императрицу и внуков и так далее то есть все как положено всю императорскую семью и в честь этого даже специальную медаль выпустили на которой было написано что собою подала пример и реально так потому что народ посмотрел а императрица привелась выжила и то есть она теперь защитилась от оспы а чего это она будет жить а мы нет мы тоже хотим и они пошли прививаться то есть достаточно быстро вот этот метод инокуляции он где-то лет на сто наверное в российской империи укоренился но еще раз повторюсь да были проблемы с тем что это реальная боевая человеческая инфекция и к сожалению примерно в 20 процентах случаев она развивалась просто в полный рост революцию в этом деле совершили опять же британцы ну почему они начали у себя работать с инокуляцией и у них же появились вот эти вот первые наблюдения про доярок про то что до ярки когда общаются с коровами которые болеют своей оспой коровий то есть не человеческой они как-то очень легко переносят вот именно эту животную форму болезни и человеческой потом больше к ним не цепляется были много надо сказать и до эдварда дженера который считается основоположником этого метода были и другие люди до него но он первым это дело догадался обобщить систематизировать и опубликовать и соответственно мы именно поэтому его считаем основоположником вакцинации то есть почему вакцинация потому что вакка корова то есть отличие вот тех прививок которые были до дженера в том что там брался человеческий материал то есть настоящая боевая инфекция здесь брался животный материал то есть по сути это было первое ослабленная вакцина сделаны на вакцинном штамме то есть живая ослабленная вакцина и да мы знаем что 14 мая 1796 года эдвард дженнер сделал прививку джеймсу фипсу 8-летнему мальчику он был уже 17 в практике дженнера то есть не первым и после него до дженнер опубликовал свои работы британское королевское общество ну так скептически отнеслась к этому мол ну зачем у нас есть такой прекрасный метод и мы там используем человеческую оспу не какую-то коровью но сейчас можно сказать что вот мы как бы увековечили эту дату и всемирная организация здравоохранения отмечает день вакцинации именно 14 мая я бы не сказал что дженнеру было прям легко да ему прям сразу то есть вот антипривычное движение зародилось прям тогда при переходе от человеческих материалов к животным и основное что вменялось дженнеру вину то что он использует до животное карикатуры рисовали различные я не знаю здесь видно не видно что якобы у людей там рога отрастают или коровы из рук начинают расти какие-то хвосты эти люди начинают мычать ползать на четвереньках но в общем трансгенными становятся если переводить на наш современный язык что интересно сегодняшним разработчикам ставят в вину именно то же самое просто другими словами до трансгенность мы еще об этом сегодня поговорим когда дженнеру прислушались только после масштабной эпидемии натуральной оспы которая прокатилась по европе и который выкосило примерно 500 тысяч европейцев тогда сказали о слушайте а ведь дженнер то наверное все таки был прав давайте-ка мы вернемся к его методу и где-то с середины 19 века и по наше время мы действительно даст довольно масштабно в рамках всего мира начали пользоваться вот именно этой вакцины то есть сделанной на инородном для нас генетическом материале если отмотать всю историю назад то есть получится что мы где-то в девятом веке примерно начали бороться с натуральной оспой и победили ее только к 1980 году ушло на это как видите огромное количество времени и это единственная инфекция которую мы изгнали с земного шара именно при помощи вакцин то есть не при помощи каких-то санитарных мер не при помощи антибиотиков не при помощи воды и прочего именно за счет вакцинации единственное следующий на выход полиомиелит но у нас есть большая проблема да потому что это очаговая инфекция он есть в людской популяции в том числе живущих обособлена например последние очаги остались в пакистане и афганистане как понимаете это не самые стабильные по всем показателям страны и очень сложно будет провести там те вакцинационные мероприятия которые удалось сделать в развитых странах и побороть эту инфекцию но будем надеяться что все-таки получится и мы и вторую инфекцию изгоним на самом деле конечно мы ускоряемся если посмотреть вот на этот график но тут единственное что выбивается это малярия потому что против нее мы пока что ничего не создали несмотря на то что возбудитель известен с конца 19 века значит что здесь красным цветом показаны те вакцины верните инфекции которые еще не получили свои вакцины здесь уже есть ошибка да потому что против ибола вот в 2019 году впервые уже официально зарегистрирована вакцина так что можно будет перекрасить именно эту плашку а все остальное как видите довольно много времени сначала происходило да от момента открытия возбудителя до создания рабочего прототипа вакцины чем ближе к 21 веку тем короче эти плашки тем быстрее все это разрабатывалось то есть наука набирала обороты появилась молекулярная биология появились методы генетической инженерии появились аденовирусные например векторы и другие в том числе векторы то есть мы подкрались так незаметно к ощутимой научно-технической революции именно в этом направлении к сожалению а я сейчас вот немножко буквально коснусь и основных ну некоторых скажем так антипривычных мифов к сожалению все еще считается что переболеть лучше смотрите ну да в принципе после некоторых болезней остается гораздо более мощный иммунитет чем прививочные ну например ту же полиомиелитную вакцину нам приходится вводить шесть раз чтобы объяснить организму что вот это неправильные запчасти да если у кого-то будут такие же этого нужно будет уничтожить вторженцы бцж там делается два раза корь два раза и так далее то есть что-то 2345 раз нужно вводить а переболеть достаточно один раз ну вроде бы да то есть вроде бы так но тут важное очень такое уточнение что все эти бонусы смысле хорошего иммунитета распространяются только на выживших а с остальными как-то неудобно получается да то есть есть одна тонкость для того чтобы получить постинфекционный иммунитет нужно переболеть а болезни как вы понимаете инфекционные не бывают разные текут по-разному осложняются затягиваются и оставляют после тебя еще длительные последствия как например коронавирус на чем мы еще тоже скажем а если посмотреть на риски осложнений то получается так что да действительно когда натуральная боевая инфекция приходит то риск развития осложнений гораздо выше чем при любой вакцине вот такой уже стандарт наработавшийся да то что вот много десятилетней практикой стандарт можно сказать что примерно на 1 миллион доз вакцин приходится одно пост вакцинационное осложнение то есть тут важно не путать между собой реакцию и осложнение реакция на вакцину это норма то есть когда у человека покраснела место введения она болит поднялась температура на сутки например это норма то есть так может быть это считается реакцией это просто наш иммунитет так реагирует на введенный антиген осложнение это слегка другое известен перечень этих осложнений мы можем сказать что конкретно вызывают вакцины собственно говоря это никто не скрывает и да она встречается примерно один раз на миллион доз и вот здесь как раз и кроется вот та самая собака которую выкапывают люди вроде бы даже с техническим образованием и они по идее считать то должны уметь но почему-то они говорят смотрите у нас нет болезней то есть какова вероятность получить осложнение от кори ну минимально потому что кори еще нужно поймать а вот от вашей вакцины запросто потому что ее делают всем подряд и так далее но вот сделать следующий шаг и понять что вот это все происходит на фоне вакцинной защиты от кори именно поэтому мы не можем столкнуться с нормальной коревой инфекции да вот это как-то уже не получается у них но это важная вещь потому что если мы будем сравнивать но осложнение при коре встречаются где-то один раз на 300 заболевших и например у меня резкое снижение зрения оно началось именно после кори то есть тогда еще не успели всех привить в советском союзе я успел переболеть кори в настоящем да то есть по-настоящему да я конечно получил иммунитет но пожертвовал как бы зрением на один глаз при этом и не самый плохой вариант на самом деле бывало и гораздо хуже то анафилактическая реакция на ту же кривую вакцину например то есть генерализованная аллергия который может привести к летальному исходу она встречается где-то один раз на миллион случаев введения вакцины как бы и слишком такие слишком разные величины несравнимы между собой когда люди которые с темной стороны скажем так вакцинных баррикад приходят с графиками это мне тоже всегда очень нравится почему потому что они как-то очень избирательно относятся к информации показывают но смотрите есть такой график там самом начале 1904 год в конце 1997 и смотрите вакцины появилась при 968 а летальность то есть стала падать гораздо раньше где-то в двадцатых годах значит вакцины ни при чем но опять же еще раз говорю очень интересное выборочное цитирование потому что если мы возьмем аналогичные графики по другим странам да они выглядят примерно так же но есть еще и дополнительная информация то есть да там была летальность она естественно падает из-за чего из-за того что развивается медицина у нас 50-х годах появилась анестезиология и реанимация как такое мощное достаточно направление при помощи которого мы смогли спасать в том числе и таких тяжелых пациентов но вопрос заболеваемости потому что осложнения после кори они не только в виде летальности но и куча всего это вот и потеря зрения который перед вами ходит да и там панэнцефалиты различные и еще кое-что я расскажу про кори интересная вещь то есть вот эти все осложнения тоже есть то есть для нас важно и заболеваемость как изменялась так вот заболеваемость которая здесь красным цветом показана она очень четко привязана примерно к дате введения вакцин ему примерно опять же говорят смотрите до того как официально ввели вакцины да правда до того потому что были пилотные проекты и даже пилотные проекты то есть еще неофициально использование вакцин на небольших популяциях они уже сразу дали очень ощутимый результат в виде фиксируемого падения заболеваемости опять же по кори вот например если посмотреть 21 век казалось бы ну уже не должно быть ее там мы вроде бы как с ней справились у нас уже санитарно-гигиенические условия невероятные да так что кори должна уйти но она как бы не в курсе и по на поэтому остается с нами на 2000 год например было 535 тысяч смертей во всем мире ну не так и мало потом 2018 год всего 142 тысячи смертей казалось бы тенденция замечательная да то есть все хорошо но почему я вот здесь оставил такое место потому что здесь есть 2017 год которым было еще лучше а вот 2018 он уже пошел как бы с откатом и если мы пойдем дальше то есть девятнадцатый год то там берите гигантский скачок почему ну потому что люди стали слушать тех кто рассказывает о том что все кори нет можно отказываться от вакцин и вот результат то есть она очень быстро вернулась она просто стояла за этим забором она никуда не собиралась уходить это наша с вами антропонозная инфекция она в нашей популяции в человеческой пока есть болеющие она будет существовать и мы защищаемся только отсутствием людей которых не восприимчивы то есть вирус выскочил ткнулся в одного иммунитет ткнулся в другого иммунитет и все он не распространяется так широко как мог бы например примерно как коронавирус да он попал в абсолютно то что называется наивную но это в иммунологическом смысле популяцию то есть там не было иммунных и он порезвился единственное что нас спасло от дальнейшего подъема это коронавирус почему потому что все мероприятия которые мы стали предпринимать в связи с пандемией они же оказались и противокоревыми да это тоже та инфекция которая распространяется воздушно-капельным путем и получается так что мы прикрутили фитилек и гриппу надо сказать то есть в где-то в июне прошлого года он последний раз дал всплеск и исчез все его больше нет но это не потому что коронавирус его победил а это потому что мы стали предпринимать меры которые эффективно его искоренили то есть вот если бы каждый раз каждый гриппозный сезон мы бы сидели дома да работали на удаленке носили маски друг друга шарахались и так далее вот примерно такой же эффект был бы но у нас есть вакцины соответственно мы можем каждый гриппозный сезон нормально общаться друг с другом можем ездить куда мы захотим и так далее то есть вот так работает эта самая вакцина защита то есть либо вот такие мощные ограничительные мероприятия либо вакцина вот это очень яркая и четкая иллюстрация значит что у нас интересного по коре вот я хотел сказать что далеко не всегда переболевание это хорошо далеко не всякий иммунитет после болезни он полноценный и хороший например корь умеет уничтожать наши с вами клетки памяти да ну не в том смысле что она забирается в гиппокамп и стирает наши воспоминания нет она уничтожает t и b клетки памяти то есть лимфоциты которые записывают информацию о возбудителях и они все-звучайно важны именно они и являются тем самым иммунитетом о котором мы обычно говорим то есть мы имеем ввиду эти самые клетки памяти как это изучалось довольно просто во всем мире есть большие группы антипрививочников в основном они кучкуваются скажем так по религиозному принципу и это даже получила специальное наименование библейские пояса библейские пояса и соединенных штатах есть в европе но в частности в нидерландах и туда приехали исследователи и попросили у родителей разрешение понаблюдать за их детьми понятно что там не прививает вообще ни от чего поэтому это такая идеальная модель туда ученые очень часто ездят чтобы понаблюдать что там происходит в мире без вакцин и в конкретно в этом исследовании было 82 ребенка от 4 до 17 лет из которых 77 заболели корею логично да то есть вот так выглядит натуральное распространение инфекции когда нет вакцины но целью было не это то есть не показать как она распространяется мы знаем что она прекрасно распространяется это как бы не вариант но тут нужно сказать об антителах это такая очень важная вещь то есть одна из одной из звеньев нашего иммунитета у нас есть клеточный и есть гуморальный или антительный и антитела они реально вот так выглядят как буква y действительно так то есть когда делают специальные исследования визуализационные могут видеть молекулы уже так вот их видят они выглядят как буква y довольно крупные такие тяжелые белки и у них есть очень важный участок вот там вот на самом верху я не знаю насколько видно скорее всего плохо вот на самом верху есть такой очень важный участок он соединяется с очень важным участком на антигене да то есть вот это участок антитела называется пара топ а участок антигена называется эпитоп ну немножко совсем терминологии просто для того чтобы рассказать что оно там дальше будет итак у нас есть пара топ на которые садится эпитоп да то есть это наша способность распознавать возбудителя когда мы переболеваем или когда мы прививаемся мы нарабатываем библиотеку вот этих эпитопов то есть по сути наши с вами клетки памяти иммунологические они хранят отпечатки вот этих эпитопов и способность их распознавать это важнейшая характеристика иммунитета так вот что получается когда начали оценивать переболевших курью до были группа контрольная а вот здесь да это дети привиты и 2 группа контрольная на всякий случай тоже привиты и у них вот эти точки это разнообразие эпитопов с возрастом то есть вот по экспозиции со временем как она изменяется как видите почти ну почти на одном уровне до снижается но очень 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 медленно что интересно примерно такая же картина у тех 5 не заболевших детей то есть она примерно сходная а вот дальше у заболевших начинается ужас и кошмар да то есть способность распознавать эпитопы она просто критически падает у некоторых даже почти до нуля что это такое этот эффект получил название кривой склероз иммунитета то есть корь выбивает наши с вами иммунные клетки она не просто не оставляет после себя иммунитета нет ну он конечно остается да то второй раз мы все-таки не заболеваем но она еще вот там вот стирает эту нашу иммунологическую память и еда люди начинают болеть теми инфекциями которыми уже вроде бы переболели и снова с ними должны сталкиваться что интересно это было показано и в экспериментах на таких замечательных животных как хорьки почему хорьки дело в том что в смысле заболевания воздушно-капельными инфекциями это прям наши родственники они болеют нашим гриппом нашей корею и много еще чем поэтому они используются как модельные животные кстати именно поэтому была такая паника когда сказали что где-то в нидерландах на фермах норок нашли вспышку коронавируса потому что норки они в общем родственники вот этим товарищем и да мы способны передавать друг другу определенные наборы вирусов так вот что сделали очень простой дизайн эксперимента то есть сначала этих хорьков привели вакцины от гриппа h1n1 тот как которым мы сейчас болеем да то есть который у нас 2009 года потом их заразили хорьковой корею часть животных оставили интактными то есть их не мучили они остались с нормальной вакцины да совсем остальным не болели и потом их заразили гриппом h1n1 и посмотрели у кого как это заболевали текло ну то все достаточно просто до логично и ожидаемо что у тех животных которые перенесли хорьковую корь у них и чаще возникало заболевание после контакта с вирусом и тяжелее текло и дольше текло то есть вот так иллюстрируется в клинической практике этот самый коревой склероз так вот что интересно таких инфекций немало строго говоря коронавирус тоже примерно такое умеет он конечно не устраивает погром в клетках памяти но он ломает наш с вами иммунитет поэтому после перенесенной коронавирусной инфекции далеко не всегда возникает необходимый иммунный ответ это мы просто для себя отложим на будущее еще к этому вернемся когда говорят что big pharma скрывает осложнение или там власти скрывают осложнение а вот этот перечень откуда то есть это как раз те самые пост вакцинационное осложнение которое доказано связано с прививками с некоторыми понятно что да есть некоторые энцефалопатия чаще всего анафилоксия например те же фибрильные судороги при резком повышении температуры длительном особенно у детей это не летальное состояние к счастью но выглядит ужасно родители обычно очень сильно пугаются этих судорог но они проходят самостоятельно при снижении температуры без каких-либо последствий и далее то есть мы все это знаем мы знаем да что вакцины на сто процентов безопасно ну к сожалению это так особенно самые первые да если мы говорим о каких-то живых вакцинах например или о там не знаю специальных вакцинных штаммах которые были выращены да там с ними было достаточно много проблем но мы уже очень далеко ушли мы уже в 21 веке и ситуация немножко изменилась очень часто ссылаются на вайерс да это такая специальная система по сообщению о подозрительных случаях побочных эффектов вакцин и антипривычники очень часто говорят смотрите вайерс зафиксированы там не знаю там сотни смертей от какой-то такой вакцины там тяжелейшие осложнения после такой-то вакцины и так далее так далее но опять же ребята просто не владеют информацией потому что если мы пойдем вот любой из возможности это сделать это доступно пойти на официальный сайт этой самой вайерс можно при перевести его google переводчиком отлично он справляется я проверял и там на главной странице большими буквами написано что информация которые предоставлены в этой системе не может быть использована для установления причинно-следственных связей почему просто потому что еще раз здесь говорят о всех возможных подозрительных случаях любых которые потом расследуется а кто расследует и кто устанавливает причинно-следственную связь а вот уже совсем другие люди вакцинный суд так называемый или офис суда по по федеральным искам соединенных штатах и существует у них еще такая федеральная программа министерства здравоохранения по компенсации вреда нанесенного вакцинами вот туда надо ходить и туда надо смотреть и что у нас там получается ну на самом деле не так много потому что вот вайерс мы берем можно выкачать кто владеет английским можно просто вот это вот все разложите да по на составляющие прочитать описание каждого подозрительного случая откуда он взялся кто об этом сообщил и так далее то есть доступ в аэрс имеет все медики абсолютно все медики любой медик соединенных штатах может внести туда запись и это правильно я всегда выступаю за то чтобы у нас такая же система была например а и вот сейчас буквально перед лекцией мне прислали мои коллеги из аргентины примерно вот такой же системы их местный анализ по нашему спутнику я потом чуть попозже скажу то есть такие системы есть во многих странах это важная вещь да действительно мы должны фиксировать любые подозрительные случаи потом их расследовать но когда мы это расследуем мы начинаем читать что же там написано и например описание одной из смертей информация была получена приходящей лицензированной медсестрой от практикующей медсестры а той медсестре рассказала подруга у пациентки которая была вакцинирована а через две недели у нее образовался тромб и пациентка скончалась то есть видите какая цепочка до слухи 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 но опять же все подозрительные случаи расследуются то есть нужно выяснять понятно что две недели и тромб это скорее всего нет это скорее всего мимо был там один такой случай мне просто интересно я как клинический токсиколог в далеком прошлом уже мне такие случаи интересны была женщина достаточно молодая которая умерла на следующий день после прививки казалось бы ну вот то есть причина следственная связь есть но потом когда провели расследование провели вскрытие сделали токсикологию да токсологический анализ там по моему то ли 10 то ли 12 психоактивных веществ было причем таких в ощутимо запредельных дозах то есть и женщина умерла от передозировки наркотиков но после вакцины как вы понимаете с той стороны баррикад да этот случай запишут как умершая от вакцины но на самом деле каждый случай нужно смотреть и выяснять что там произошло то же самое с коронавирусными вакцинами вы наверняка читали эти заголовки сми вы за которые не знаю над руки отрывать по самые уши потому что что пишут то что после вакцины например там в норвегии умерло 23 человека или это в швейцарии 16 человек опять же у меня есть народные корреспонденты и коллеги в этих странах я специально выяснил да и плюс еще посмотрел официальную официальную статистику результаты да было да было но где у кого у людей в возрасте либо 85 плюс либо 90 плюс в домах престарелых и там и там начали их первыми прививать и нормальная еженедельная смертность там что-то то ли 45 то ли 60 человек и в эту неделю просто еще даже мало людей умерла но до некоторые из умерших перед этим были привиты это же не означает что они из-за прививки умерли к сожалению человек смертен да и чем дальше он по линии жизни перемещается тем больше у него хронических заболеваний и тем больше вероятность что от осложнений какого-нибудь из них или обострения он к сожалению умрет когда это связано боится с вакцинами да вы понимаете что акцент делается не на том что у человека букет а на том что была вакцинация и значит это точно вакцина виновата со швейцарией кстати абсолютно такая же ситуация если посмотреть что там было то вот такие вот да были ли случаи скажем которые связаны конкретно с коронавирусными вакцинами которые могли привести к летальному исходу были анафилактические шоки вот анафилактические шоки на мрнк вакцинах я сегодня буду рассказывать о них модерновская файзеровская вот анафилактические шоки на этих вакцинах были да действительно это так но всех пациентов вытащили да то есть им оказали необходимую помощь и люди выжили им даже не потребовалась госпитализации это такое острое состояние которое может возникнуть у любого на любое лекарство вообще опять же человек пришел к стоматологу сел ему ввели внутренней вернее этот местный анестетик человек умер такие случаи тоже бывают исключительно потому что это реакция непредсказуемая мы никогда не знаем на что конкретно она может развиться у некоторых на ужаление пчелы например у некоторых на ожог крапивы у некоторых еще на что-нибудь то есть вокруг нас масса всяких вещей который может вызвать у нас она в анафилактический шок и вакцина просто одна из тысяч этих причин а что мы смотрим дальше а вот по компенсации то есть что больше всего интересует по компенсации там конечно миллионы случаев но если мы имеется в два раз да то есть зарегистрированы как подозрительные расследованы получается у нас так с 1998 по 2015 год к рассмотрению были приняты чуть больше 14 тысяч заявлений то есть вот из тех миллионов произошел отсев до 14 тысяч потом эти 14 тысяч расследованы и 4360 случаев были присуждены компенсации то есть вот это было признано как осложнение вакцин не летальных исходов еще раз осложнений связанных с вакцинами и вот эту практику я тоже всячески призываю использовать у нас на всех возможных уровнях на всех круглых столах на всех чтениях там в той же госдуме совете федерации куда удается добираться везде и я и мои коллеги эту мысль преподносим да что у нас должна быть примерно такая же работающая система это правильно но посмотреть на цифры за 17 лет четыре тысячи триста шестьдесят случаев осложнений от вакцин соединенных штатах ну у нас примерно то же самое в европе тоже самое примерно да потому что препараты они сходные сравнимы то есть эти цифры конечно ни в какое сравнение не идут с остальными я понимаю да что за каждой цифрой человеческая жизнь но вот этих цифр за которыми человеческая жизнь со стороны инфекций кратно больше то есть мы по сути обмениваем риски точно так же как при любой болезни мы принимаем лекарства и если вы читаете инструкцию там гигантское количество побочных эффектов но это не означает что они обязательно все массой у вас разовьются это значит у кого-то в мире когда-то это было зарегистрировано и тогда она попадает в инструкцию обязательно то есть я должно быть предупреждение при болезни то же самое любая болезнь это всегда намного хуже чем те препараты которые мы против нее применяем даже антибиотики при инфекциях например про аутизм я уже даже не буду говорить потому что уже столько раз пережёвано у меня он целая коллекция есть публикации причем вы очень в очень-очень таких научных журналах что называется из первого квартеля да они обозначаются как у 1 то есть самые качественные публикации потому что это всегда еще одна проблема люди приходят с публикациями и говорят вот есть подтверждение в научных публикациях ты показываешь им другие публикации и у них происходит стопор да потому что ты начинаешь объяснять что те публикации которые у них на руках они некачественные и вот эту разницу уловить очень тяжело причем что интересно даже людям иногда со специальным образованием в том числе потому что да это ну как бы не секрет что существует например продукты которые сильно различаются по качеству и вы явно ищите какие-то марки ищите какие-то может быть магазины которые продают какой-то проверенный товар да то есть в продуктах вы так поступаете но здесь тоже самое то есть грубо говоря есть магниту дома да с одной стороны как бы с другой стороны есть но я не знаю какой-нибудь азбука вкуса что-нибудь в этом роде да я не знаю если что-нибудь дороже и смысле штучности товара и всего остального то есть это не сопоставимые между собой вещи и даже в и журналистской научной среде есть такой термин мурзилка дату из журналы такого достаточно низкого качества которые иногда даже не проверяют что публикуют им деньги заплатили они опубликовали все замечательно так вот я специально набрал у меня там уже больше 200 исследований в которых пытались найти связь между вакцинами аутизмом и не получилось и зачастую те публикации которые приносят и говорят но они же качественные наверное но мы же видим опубликовали значит хорошие нет не совсем так потому что нужно еще дальше отслеживать судьбу эти публикации и когда я потом через некоторое время прихожу в ту же публикацию у нее вот так вот красным написано а то сбана что это означает что журнал сделал работу над ошибками да то есть они посмотрели что методологические нарушения огромное количество статистику неправильно посчитали там налажали там попытались натянуть сову на глобус и так далее и это все приводит к тому что такие публикации отзываются и вот как ни странно но если мы будем смотреть аргументацию с той стороны баррикад она в основном опирается на такие статьи но там есть объяснение что отзывается не просто так это бигфарма проплатила то есть специально нарочно чтобы скрыть от людей правду и как вы понимаете многие верят к сожалению а еще одна интересная вещь со стороны антипрививочников опять же с которым приходилось сталкиваться лично они регулярно какие-то челленджи предлагают врачам да то есть то что называется на слабо а вот давайте мы вам приготовим коктейль из тех консервантов там еще там прочего прочего которые получают дети в течение первого года жизни и раз вы говорите что все это безопасно пожалуйста мы введем его вам внутримышечно ради бога я был на это согласен ну я ж токсиколог я знаю что ничего страшного не произойдет но нужно еще добраться до этой вещи потому что подобные челленджи заявляются не для того чтобы врачи их прошли а просто для заявления о себе ну вот такой вот достаточно знаменитый антипрививочник американский джок даблдэй в 2020 в 2001 году он начал с 5000 долларов насколько я помню а закончил вот здесь скриншот на 20 тысяч а у меня по моему еще где-то там 50 есть ну 50 до 50 тысяч долларов когда не были лишними да поэтому естественно написал я хочу участвовать все остальное мне в ответ прислали следующий перечень требований значит что нужно сделать нужно приехать соединенные штаты первое уже немало пройти освидетельствование у трех психиатров которых назовет даблдэй за свой счет то есть ты приезжаешь все эти говорит идешь к этому к этому и к этому они стоят приема как чугунный мост у каждого ладно предположим хорошо второй шаг ты сам слава богу сам проходишь полное медицинское обследование и все результаты отдаешь этому товарищу даблдэй и это еще не все третье ты читаешь пять книг которые раскрывают правду о вакцинах и потом сдаешь тест ты должен набрать не менее 90 процентов и вот только после этого всего тебя допустят к тесту вернее к этому самому челленджу а скорее всего нет потому что таких заявок было очень много я вписывался в каждую мне все равно я научный журналист да я военный прошлом во мне такое плещется потому что нас прививали по схемам военного времени да там и чума и холера и боталотоксина чего только нету и так далее поэтому мне было все равно но ни разу я до этого челленджа не дошел просто потому что вот заканчивается либо такими либо еще более нелепыми требованиями и самое интересное что очень долго у нас не было чем крыть что называется потому что говорили смотрите ладно предположим пусть ваши вакцины работали в прошлом но сейчас они не работают как вы покажете то есть как вы докажете что они работают давайте мы вот остановим вакцинацию сейчас проведем как положено двойные слепые плацебо контролируемые прочие прочие исследования вы докажете что они работают и мы к ней вернемся это опять же лукавство мягко говоря да потому что я конечно понимаю что вот это вот огромная плотина которая сдерживает инфекции она в разных частях сделана из разных материалов там местами вот глина и палки да но только не глина другое слово но неважно и в некоторых местах прям железобетон армированный но мы не можем ее снести и всю выстроить из железобетона просто потому что оттуда хлынет такое что нам коронавирус в общем покажется цветочками поэтому да нужно было какая-то математическая модель например при помощи которой мы могли бы вынуть такой фактор как вакцины из инфекционного процесса вот это удалось ученым из университета пицтбурга там огромная команда опять же кому интересно ссылки все есть можно сходить посмотреть там мульти дисциплинарная команда что самое интересное то есть есть инфекционисты и эпидемиологи и программисты и аналитики и кого там только нет то есть огромное количество людей опять же кому интересно можно написать даже но simple english тоже называется то есть на простом английском даже с использованием google-переводчика и они до довольно шустро отвечают то есть я несколько раз писал по тем вопросам которые меня интересовали мне отвечали где-то в течение 7 но 10 дней может быть максимум любые вопросы можно задавать какой алгоритм используете как математической модели построили там и так далее так далее так далее то есть на все это говорят и что у нас получилось что если мы построим математическую модель они собрали всю информацию об инфекционной заболеваемости сначала соединенных штатах а теперь уже за весь мир принялись в том числе все доступные вообще какая была а сейчас скажу с 1888 года за документированные случаи вот они все собрали вместе зарядили в эту самую модель и изъяли потом оттуда вакцины как фактор как это удалось еще раз вопросы туда они отвечают но главное что результаты они получили следующие что только на территории на территории соединенных штатов только с 24 года и только по 7 основным вакцин управляемость и инфекциям значит удалось предотвратить более 103 миллионов случаев заболевания то есть это прям очень немало и теперь мы можем сказать что было бы если бы вакцин не было были бы дополнительные сотни миллионов случаев заболевания вот примерно так и причем да теперь это не не просто голословные какие-то утверждения как это обычно бывает с той стороны баррикад а это вполне себе математические данные статистика и прочее прочее ну понятно что не все в это верят естественно как и в коронавирус во время весенней волны очень много коллег ушли в красную зону моих мой сын ушел в красную зону будучи студентом медвуза я уже сидел на чем на чемоданах потому что пошел слух что московской области будут призывать врачей из запаса вот но обошлось как-то вот именно на этой грани прошли потому что перво владимирской области призывали вот я был ты в принципе тоже готов так вот коллеги и сын тоже рассказывал таких людях которые попадали в больницу лежали там ну очень долго иногда по 8 по 12 недель попадали на и вл потом им посчастливилось что их оттуда сняли потому что как вы понимаете с вл далеко не все возвращаются процент экстубации то что называется около ну около 20 примерно так и это еще очень неплохо так вот переболел вытащили реабилитировали выписывают и он спрашивает а чем я болел то все-таки ему говорят ну вот выписки же написано к вид 19 я знаю что вас заставляют это писать на самом-то деле я чем болел то есть люди даже переблевая не верят в то что эта вещь существует но мы его можем теперь увидеть этот самый вирус конечно же при помощи системы обработки сложных изображений с подключением искусства интеллекта конечно же он не такой вот разно разноцветные раскрашенные в основном это вот то что на заднем фоне да такие темные пятна не очень понятно и слабо различимы но если мы привлечем искусственный интеллект и покрасим то выяснится что вот он очень даже красивый синеньким у него показана белковая оболочка такие вот либо желтые либо красные похожие на ядерные взрывы это s-белок вот это тот самый про который мы сегодня будем очень много говорить неоднократно внутри соответственно что у нас там рнк находится там фермента находится ну и прочая начинка вирусная то есть мы его можем увидеть даже вот таким вот образом японские исследователи сделали проще они взяли пробу заморозили и при помощи креоскопии специальных микроскопов сделали даже 3d модель вируса и оказалось что во первых он существует во вторых он примерно такой как его рисует вот на таких моделях вот с белок тот самый антитела которого нас интересует больше всего что это зависит такая при помощи этого белка коронавирус проникает в наш с вами клетку то есть он соединяется с рецептором ангиотензин превращающего фермента 2 и проникает внутри нашей клетки здесь мы кстати сразу можем предположить да и какая будет клиническая картина какие осложнения прочее прочее где вообще в принципе этот apf2 вводится до рецептор ангиотензин превращающего фермента в основном сосудах почему потому что этот фермент отвечает за регулировку артериального давления и если у кого-нибудь она шалит вы наверняка пьете например препараты ингибиторы ангиотензин превращающего фермента ну какой-нибудь пил заканчивается на прил там эналоприл например периндоприл или что-то в этом роде вот это это лекарство которое направлено против этого фермента он существует то есть то же самое и вирус существует и фермент как рецептор он тоже у нас существует и где его будет больше всего в клетках сосудов самых разнообразных потому что да нам нужно регулировать артериальное давление и отсюда мы понимаем что такое коронавирусная инфекция это поражение всех сосудов вообще всех в основном конечно мелких а орта это вряд ли а вот какой-нибудь такие эндотелий капилляров в легких пожалуйста головной мозг пожалуйста почки печень все тоже есть то есть мы можем объяснить почему это заболевание такое масштабное почему он распространяется по всему организму поражает все там и включая сердце и прочее прочее то есть вообще все ничего мимо не проходит именно вот из-за этой особенности а здесь как видите один вирус голенький один одетый вот тот который справа нас будет интересовать еще ближе к концу и я потом расскажу почему вот эта одежда вот этого из белка вселяет некоторую надежду да то есть одежда вселяет надежду на то что у нас будет реальная работающая вакцина и что это защита будет долговременной просто запоминаем да и к этому вернемся вот и еще раз про вирус про то что он размножается внутри наших клеток ничего не понятно да ничего не видно как обычно научные изображения не такие они грустные а вот научно-популярные они вот такие веселые разноцветные да опять же мы используем искусственный интеллект для окрашивания и здесь мы видим что это такое это внутри цитоплазмы клетки происходит сборка новых вирусных частиц вот желтые это и есть с белки видеть они наштампованы и уже выложены в ряд а в некоторых местах они уже присоединены к белковой оболочки которая здесь розовенькая а вот там на самом верху хуже всего видно там синеньким еще показаны и рнк и ферменты которые упакованы внутри этой оболочки то есть это уже полноценная вирусная частица и она потом разрушит нашу клетку и уйдет то есть это важно вирус разрушает клетки почему он оболочечный то есть у него еще есть липидная оболочка поверх белковой а где он ее берет из нашей клетки потому что наша клетка мембрана нашей клетки состоит из липидов из фосфолипидов соответственно когда эти замечательные вирусные частицы готовы к выпуску до к выходу в большую жизнь им с криком дорогие выпускники раздают паку по кусочку вот этой самой мембраны на память они надевают эти плащики да и это еще такой способ прятаться от иммунитета то есть иммунные клетки видят что мимо пробегает куски наши самые мембраны да ну значит нормально все ничего страшного нету это способ защиты вируса но это важно да то есть вирус убивает клетки когда из них выходит что здесь если мы будем коротко описывать ситуацию то лекарства которые на конкретно на вирус влияет у нас нет несмотря на все так сказать заверения достижения все остальное ничего действенного конкретно по вирусу нет а вот с вакцинами все намного лучше хотя понятно что начали естественно с лекарств потому что разработка вакцины за дело долгое но для того чтобы об этом рассказать нужно все-таки коснуться вот такой важной вещи как формирование иммунитета конкретно против коронавирус потому что здесь завязано очень много недопониманий в принципе и так что у нас происходит как я сказал коронавирус вот он здесь наверху он соединяется с нашим рецептором на мембране на клеточной и соединение идет как ключ ключ замок да то есть у нас все рецепторы работают по этой системе только если очень четко подойдет конфигурация только в этом случае да вся эта система погрузиться внутрь цитоплазмы и будет использована для работы клетки именно поэтому вот этот с белок он настолько похож на наши регуляторные белки то есть это такое приспособление который вирус получил в ходе эволюции он точно соответствует тем выемкам и выступом которые есть на рецепторе только после этого рецептор проникает внутрь раскрываются все эти оболочки вылезает вирусная рнк это рнк содержащий вирус это важно понимать и что дальше происходит это самый рнк по сути это генетический код то есть здесь записаны гены которые отвечают за синтез белков из которых потом будет собраны новые вирусные частицы плюс вирус всегда с собой носит то есть не надеется на клетку он всегда с собой носит специальный фермент который разгножает эту самую рнк то есть такой своеобразный ксерокс даун там наксериал себе копий вот этих рнк и по каждой из копий будет собран верен то есть вирусная частица вот так это все работает простейшая вроде вещь да вот насколько вот меня это восхищает конечно вирусный минимализм все что нужно для жизнедеятельности минимум то есть ничего больше исключительно свой генетический код и все больше ничего все остальное он берет у клетки естественно после того как процесс закончен мы собрали новые вирусные частицы они выходят из клетки разрушая ее и здесь их естественно ловит наш с вами иммунитет как без этого да иммунитет у нас все-таки сторож и один из главных сторожей это антиген презентирующая клетка она вот там наверху такая как амеба с выростами с большими с длинными она сама по себе крупная она захватывает все чужеродное что болтается по организму как вы понимаете у нас очень много чего такого да ну если прикинуть сколько антигенов сутки мы встречаем то там пойдет счет на сотни может быть даже на тысячи так вот это замечательный антиген презентирующая клетка ее задача какая это поймать некий неизвестный белок например взять от него значимую какую-то часть и выставить у себя на мембране это называется презентация антигена поэтому клетка называется антиген презентирующий пока проходит презентация антигена соответственно до ближе к банкету подтягивается т-хелпер это специализированный т-лимфоцит его единственная задача это считать вот этот новый антиген то есть взять о нем информацию у него ее еще нет он пошел знакомиться он познакомился взял да то есть записал какая конкретно часть белка неправильная чужеродная и пошел будить двух бойцов то есть это командир он сам не воюет у него есть бойцы для этого причем бойцы по двум направлениям сразу во первых это химзащита или б-клеточный иммунитет или гуморальный или антительный то есть там мы штампуем наш с вами химическое оружие ну биохимическое оружие антитела я уже показывал как они выглядят и для чего они предназначены они прикрепляются к антигену то есть вот они просто взяли к нему так раз и защелкнулись и к чему это может привести к двум важным последствиям во первых вирус будет медленнее двигаться они тяжелые и когда он попробует подойти к клетке ему это не удастся потому что тот же его белок например s-белок будет просто заблокирован там будет пачка антител на нем висеть естественно никакой реакции ключ замок уже не будет это первое важное направление второе важное направление каждое антитело это стикер съешь меня и как только нашем организме появляется что-то помеченное антителом ближайший же макрофаг его сожрет и таким образом вирус тоже самое будет разобран на запчасти инактивирован и убран из инфекционного процесса это первое направление и второе направление это прям нельзя то есть это спецоперации это бойцы которые оснащены еще собственным рецепторным аппаратом помимо всего и они распознают те клетки в которой вторгся вирус и начал там размножаться вот до завершения этой операции клетка будет уничтожена то есть подходит этот т-лимфоцит цитотоксический убийца проверяет документы уничтожает вот так происходит да то есть это тоже своеобразная защита и смотрите получается как что при переболевании мы теряем клетки два раза первый раз когда в них размножается коронавирус причем он как вы понимаете в гигантском количестве клеток размножается это значит потери невероятны первое и второе еще и наш с вами иммунитет добивает клетки мы их теряем в любом случае но каково то есть для чего вообще вот это все происходит зачем вот в правой части здесь у нас спрятаны клетки памяти это как раз те самые архивы о которых я рассказывал и наша задача либо при переболевании либо при вакцинации получить клетки памяти это самое важное вот вообще во всем этом деле собственно говоря клетки памяти у нас потом отвечают за ускоренный иммунный ответ в следующий раз не нужен будет the helper следующий раз просто сразу уже клетка памяти подойдет континген презентирующей клетки сверит то что у нее на мембране своей со своим рецептором да о подходит если это б клетка памяти она немедленно трансформируется в плазмоцит да то есть такой специальный б-лимфоцит который продуцирует огромное количество антител и начинает их вокруг себя разбрасывать да как как фонтан такой а а если это была т клетка памяти то она превращается внизу получает спецзадание уходят убивать инфицированные клетки то есть срабатывают обе 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 армии иммунитета которые у нас есть внутри нашего организма и антительный и клеточный это важно почему потому что далеко не все вакцины обеспечивают формирование обеих веток и далеко не все инфекции то же самое обеспечивать форме формирование обеих веток если говорить о самом коронавирусе то понятно что не только к с-белку у нас есть антитела есть и к нуклеокапсидного белку то есть из которого сделан белковая оболочка сделана есть и к m белку так называемому да то есть который стоит в мембране есть и к е белку который стоит в липидной оболочке и так То есть есть разные моменты, то есть участки вируса, на которые реагирует наш с вами иммунитет. Здесь же кроется ответ на вопрос, очень часто, который задают, вот как мне узнать, например, я привился, я не болел, и я привился, у меня антитела есть или нет, какие мне делать. Тут все достаточно просто, потому что если вакцина содержит только С-белок, то антитела будут только к С-белку. И таким образом мы можем провести диф-диагностику, то что называется. Если у человека есть антитела вот ко всем перечисленным белкам, значит, скорее всего, он болел. То есть он, скорее всего, уже столкнулся с полной версией вируса. А если у него есть только С-белок, значит, он привит. То есть это поствакцинационный иммунитет. Вот такая разница. Соответственно, если мы хотим проверить, болели мы или нет, мы делаем на М-белок анализ. Если мы хотим узнать, что у нас там после вакцинации, на С. Вот примерно так. Все довольно просто. Но белков, как видите, очень много у коронавируса, и везде его поджидает, как бы, свой боец нашего иммунитета. Антитела реагируют на меньшее количество белков, чем клетки, то есть Т-клетки. Поэтому Т-клеточный иммунитет в этой истории – очень важная вещь. И если он есть, то это прям здорово. Об этом мы еще поговорим. Какие варианты, в принципе, вакцин существуют? Ну, как я уже сказал, вот сегодняшняя коронавирусная история – это, по сути, уже такой апогей, наверное, в принципе, создания вакцин. Потому что мы дошли до невероятных вещей. Давайте так, по историческому, скажем так, принципу рассматривать. Первое – это, конечно, живые вакцины, это тот самый верхний угол. Вот когда мы берем, ну, вот как с вирусом Оспы, то же самое. Мы берем либо коровью, например, либо даже человеческую, ну, ослабляем и как-то используем. Это, конечно, очаревато очень многими последствиями, то, что этот вирус может начать превращаться в боевую свою конформацию и заражать настоящей инфекцией, чего бы очень не хотелось. Поэтому чуть попозже догадались эти вирусы инактивировать. Итак, появились цельноверенные инактивированные вакцины. То есть это, да, действительно, 20 век. Ну, прошлый век, можно сказать так. Дальше можем делать еще проще. Мы можем разбить этот убитый вирус на части и скормить иммунитету по частям. Но, правда, придется несколько частей давать. Иммунитет в этом смысле немножко туповат. Ему нужно несколько раз повторить, что вот это опасно, это опасно, это опасно. А ладно, понял. Вот примерно так. Так. Дальше мы совершенствуем технологии. Мы можем даже не обязательно разбивать его на запчасти. Мы можем даже взять просто от белка какие-то фрагменты небольшие, коротенькие, и скормить иммунитету. И сказать, что вот, если вот такой придет, вот с таким набором белков, его тоже убивать. Так появились синтетические полипептидные вакцины. И, например, эпиваккарона, генсовектор, она именно к такому типу и относится. А к инактивируемому, например, относится чумаковская вакцина, которая тоже скоро выйдет. Кови-Вак называется. Дальше идем. Совершенствуемся. Мы можем создать псевдовирус. Что это означает? Мы берем оболочку и все внутренности извлекаем. То есть там нет РНК, там нет ферментов, там ничего нет. Этот вирус будет просто как тренировочный материал. Да, такая чучелка, по большому счету. И с этой чучелкой может познакомиться наш иммунитет. То есть его захватит антиген-презентирующая клетка. Да, выставит у себя на поверхности, так сказать, антигены, покажет, что вот, да, это возбудитель, давайте против него воевать. Мы можем пойти еще дальше. То есть мы можем даже вообще в наш организм вирусный материал не вводить. Мы можем просто попросить наши собственные клетки на основе генетического кода вируса некоторое время посинтезировать один из его белков. Например, С-белок. Для того, чтобы ввести эту информацию в клетку, используются, например, либо РНК-вакцины, или ДНК-вакцины, они называются нуклеотидными, соответственно, потому что мы вводим нуклеиновые кислоты. К МРНК-вакцинам относятся, например, Модерна или Пфайзеровская вакцина. Две на сегодня. У нас, кстати, тоже стали разрабатывать в Генцевектор такую же примерно. Смысл в чем? Мы берем такую частичку, нанолипосома называется, да, то есть такое мельчайшее образование из липидов. Внутри находится код для синтеза этого самого С-белка. И что дальше происходит? Дальше. Эта самая нанолипосома, она попадает в клетку. Проходит через мембрану. Почему? Потому что липиды и там, и там. Никакого конфликта. То есть все нормально. Проходит внутрь. Высвобождается МРНК. То есть МРНК это уже код, это уже инструкция по сборке белка. То есть никуда дальше в ядро это не пойдет. Никакого там заражения или там записи какой-то информации не будет. Все будет здесь. Непосредственно в цитоплазме на месте. Что будет? Начнет синтезироваться этот самый С-белок. И поскольку он для клетки чужеродной, а у нас внутри есть и сторожевые системы, даже в клетках, через некоторое время эту МРНК перестанут воспринимать. Все. Все очень просто. То есть больше по ней не синтезируем. Она входит в рибосому, а к ней подплывает то, что называется антисмысловая РНК, которая синтезирована нашим организмом и которая препятствует ее вхождению в нашу рибосому и не дает ей дальше синтезировать этот С-белок. Так что ни следов не останется, ничего. А из белок потом, поскольку он проходит через мембраны, он будет выброшен в том числе наружу, к нему подкрадется антигенопрезентирующая клетка, дальше все по схеме, как я рассказывал. Мы можем сделать по-другому. Мы можем взять другой вирус, который точно проникает в наши клетки. Потому что вот с проникновением на налипосом были сомнения. А будет ли? Не уничтожатся ли они? Точно ли дойдут? Точно ли пройдут внутрь? Вопрос. Да. Большой. Но мы можем гарантировать попадание этого самого материала внутрь клетки. Мы можем взять вирус. Другой вирус, хорошо изученный, разобранный буквально до мельчайших частей, но лишив его при этом сокровенного, то есть запретив его размножаться. Каким образом? Отрезав определенный участок его генетического кода. И на это место мы ставим вот тот самый ген С-белка, который отвечает за синтез вот этой вот части, одной небольшой части вируса. То есть вирусных частиц полноценных в организме все равно не будет. Потому что этот каличный, как вы понимаете, да, то есть он в лучшем случае, он предназначен для чего? Чтобы забраться внутрь клетки. Все. Размножиться он не сможет. Опять же высвобождается этот самый ген, да, по гену синтезируется МРНК, по МРНК синтезируется белок, и все. Вот, пожалуйста, то же самое, как и в предыдущем случае. То есть мы можем на сегодня, нам по большому счету сам вирус уже больше не нужен, мы можем просто пользоваться его генетической информацией. Что хорошего вот в этих вещах? То, что это платформы. То есть современные вакцины сделаны на платформах. МРНК – это платформа. Потому что все равно, что мы туда внутрь поставим. Например, вирус изменяется. Да, это зараза мутирует еще как. Он изменяется, а мы эти изменяющиеся гены ставим в вакцину. Или векторная вакцина – это платформа. То же самое. Мы можем вот этот вот участочек на его место ставить все, что нам нужно. Изменился яс-белок? Хорошо, ради бога. Мы берем измененный ген и ставим на место. То есть на создание, на сборку самой вакцины уходит минимум времени. Как рассказывал Денис Лагунов, это как раз автор нашей вакцины «Спутник», на создание, собственно создание, ушло всего две недели. То есть все остальное ушло на испытание. Вот создали ее буквально за две недели. Почему? Потому что просто, да, эта платформа уже была. Она была изучена, ей уже пользовались. То есть просто коронавирус подвернулся очень удачно под руку. Да, конечно, создание вакцин тоже сильно ускорилось. Если в докоронавирусную эпоху это выглядело примерно так, да, то есть очень долго, лет 10-15, в лучшем случае 5, например, начинали с изобретения. То есть сначала ее разрабатывали очень долго, потом изучали на клеточных культурах, на мышах, потом начинали первую фазу клинических исследований на людях-добровольцах. Что там нужно было сделать? Определить безопасность. То есть насколько эта вакцина безопасна для добровольцев. Туда, в каждой стране есть свои когорты, даже в нашей стране тоже есть когорты добровольцев для первой фазы. Это люди со здоровьем, ну, примерно как у космонавтов, там отбор, ого-го какой. Это профессиональные группы, то есть они получают за это зарплату, их страхуют, но, к сожалению, да, там бывают в том числе и инвалидности, и летальные исходы, и прочее. Но вот люди жертвуют собой в том числе и во имя того, чтобы создавать и новые лекарства, например, и в том числе новые вакцины. Итак, мы проверили на людях-добровольцах, все хорошо. Все живы, все здоровы, всем замечательно. Переходим к следующей фазе. Мы проверяем иммунологическую эффективность. Что это означает? Вызывает ли вакцина антительный и клеточный ответ? Это вторая фаза. И третья фаза. Уже после того, как мы провели вторую, это уже такое масштабное исследование на тысячах пациентов, вернее, даже не пациентов, а добровольцев, людей. И часть из них получат настоящую вакцину, а часть плацебо. Зачем? Чтобы мы могли сравнить, как работает вакцина в смысле профилактики. То есть мы определяем ее профилактическую эффективность. Ну и вот примерно так. Потом получают регистрационное удостоверение, потом начинают массовое производство. Но еще раз, это было в докоронавирусную эпоху. Почему? Ну, просто потому, что мы с вами сейчас живем в состоянии войны. Да, то есть состояние войны с коронавирусом. И нам нужно это самое защитное оружие как можно быстрее. То есть все для фронта, все для победы. Прямо реально так. Вопрос стоял так. Поэтому во всех странах эти цепочки сократили в 10 раз. За счет чего? Ну, за счет того, что никто не стал изобретать велосипед. Взяли старый, просто поменяли руль, педали, фары. Все. То есть пользовались платформами. Почему первыми пришли к финишу не старые добрые инактивированные вакцины. Они только-только сейчас подтягиваются. А вот именно МРНК, например, и векторные. Просто потому, что это была уже готовая платформа. В них заменили одни гены на другие. И вот вам готовые препараты для исследования. Их начали исследовать первыми. Они же первыми дошли до финиша. Ну, как наш спутник, например. То же самое. Именно поэтому этап на животных был сокращен до минимума. Ну, что там доказывать, если мы уже, в принципе, эту вакцину, не вакцину саму, а платформу, уже обкатали в течение десятилетий. И это, правда, десятилетия. Просто потому, что аденовирусы, в принципе, известны годов с 50-х. Из них почти сразу стали пытаться делать вакцины против них самих. То есть аденовирусные вакцины против аденовирусов. Удалось где-то к концу 60-х. И в армии США с 1971 года и по сей момент применяются аденовирусные вакцины. Для защиты именно от самих аденовирусов. Поскольку их изучили вот от и до, их разобрали до нуклеотидов. И они показали довольно неплохую переносимость, минимум побочных эффектов и все такое. Ими заинтересовались те специалисты, которые стали проводить генетическую терапию. Может быть, уже слышали. Там спинальная мышечная атрофея первого типа, уже появился препарат. Там при многих других заболеваниях, когда мы ставим правильную копию гена в нашу ДНК. Ими заинтересовались именно для переноса генов. И в генетической терапии аденовирусные векторы тоже очень активно использовались. И третий момент. Уже где-то лет 30, наверное, чтобы не соврать, ими интересуются для создания вакцин. И что самое интересное. Векторная вакцина первая, она была не аденовирусной. То есть не, прошу прощения, не против коронавируса. В 2019 году в Европейском Союзе была одобрена вакцина против лихорадки Эбола. И она была сделана по векторному принципу. Просто следующим стал коронавирус. Если бы он не пришел, что-нибудь еще сделали бы, потому что очень уж удачная платформа. Очень уж мало к ней претензий. И это действительно так. Просто потому, что, еще раз повторюсь, мы его очень хорошо знаем, этот аденовирус, и можем им управлять. Ну, в некоторой степени. Что получилось? Что все фазы начали между собой соединять. То есть первую сразу со второй. Одновременная безопасность и эффективность в смысле образования иммунного ответа. А третью фазу потом начали и до сих пор продолжают. То есть никто в мире еще не закончил третью фазу своих вакцин. Никто. А разрешение уже есть. То есть вакцины уже разрешены для применения. Почему? Потому что появились предварительные результаты третьих фаз. И в них показано, что да, очень даже неплохо вакцины защищают. По крайней мере, в кратковременной перспективе. Этого уже достаточно. То есть они безопасны. Первое. Они вызывают в 100% случаев иммунный ответ. Либо антительный, либо клеточный, либо и то, и другое вместе. Это второе. И третье. На кратковременной перспективе они дают защиту. Все. Этого достаточно для того, чтобы их выпустить и использовать для прекращения массового распространения коронавируса по планете. Да, конечно, дальше информация будет накапливаться, она будет корректироваться, появляться какие-то новые вакцины и так далее. Но, еще раз, мы не можем ждать. Почему не можем? Ну, просто потому, что слишком много летальных исходов. За прошлый год я потерял такое количество однокурсников, друзей, знакомых. Вот за все предыдущие годы жизни сложить не перевесит. И в том числе коллег, которые работали в красных зонах и там же погибали. То есть это недопустимо. Мы не можем ждать. Конечно, мы можем эти 2-3 года, скажем так, перебиться. Куда-нибудь далеко в бункеры углубиться. Как-то друг от друга отгородиться. Но, в общем-то, не для этого вся глобализация проводилась. Поэтому, естественно, выпущены вакцины при условии, что они безопасны, иммуногенны и эффективны на краткосрочной перспективе. Во всем мире, повторюсь. Сегодня у нас примерно так выглядит картинка, что в третьей фазе 20 вакцин сейчас. То есть очень много. Они разные, естественно. То есть и по формату по своему, по странам, по принципу использования и прочее-прочее. Шесть уже получили временную регистрацию. Шесть уже получили полную регистрацию. А четыре даже умудрились выпасть из этой вакцинной гонки, поскольку оказались неэффективными. В общем, все идет своим чередом. И да, действительно исследований более чем достаточно на эту тему. А вот страны, которые смогли. Ну, не так много, на самом деле. То есть все те страны, в которых есть биотех. Наша страна тоже, потому что биотех не успели развалить, в отличие от всей остальной фармы. Именно поэтому мы смогли в том числе поучаствовать вот в этой вот вещи. И мы в неплохой компании. Кто тут? Соединенные Штаты, Германия, Китай, Индия, Великобритания, Швеция. Все. И мы. То есть вот такая достаточно небольшая компания. Это те страны, которые смогут обеспечить свое население вакцинами. Все остальные будут у них покупать. Ну, понятно, что все это и политизировано, и еще экономический аспект в этом деле, и все, и так далее, и так далее. Поэтому все это обсуждалось очень бурно. Были такие прививки на массу, на камеру. В том числе, например, мэр Лондона вот таким образом прививался. Но глазастые журналисты увеличили картинку и увидели, что на сприце защитный колпачок, да, то есть на игле стоит. Рубашка не поднята, а контакта иглы с кожей нет. То есть такой провал сразу, да. Ай-яй-яй. Нехорошо людей обманывать. Поэтому прививаться нужно примерно так, как сегодняшний лектор. Но, правда, лектор участвует, точнее, в клиническом исследовании в той самой третьей фазе спутника. Поэтому, ну, я могу предполагать с достаточно большой вероятностью, что конкретно мне вкололи. То есть, скорее всего, это вакцина. Почему? Ну, во-первых, вероятность получения была довольно большая. Только 75%, вернее, целых 75% участников получили вакцину и только 25% плацебо. Это первое. И второе. У меня были контакты. У меня супруга, к сожалению, переболела. Не успела она никак до прививки дотянуть в школу, естественно. Да, это как бы такая рассадник любых инфекций, но вот в коронавирусных в том числе. Причем, что интересно, не от детей, а у учителей, которые считали, что коронавируса не существует. Съездили в Турцию и привезли оттуда сувениром вот такой вот коронавирус, которым поделились со всем учительским составом. И там почти три четверти выбили учителей. Супруга тоже переболела. К счастью, легкой формы. Но это означает, что она постоянно была дома. То есть, две недели температуры туда-сюда. Слабость была такая, что даже поесть нормально не получалось. Это было задачей. Но если кто-то болел в зале, я думаю, что есть такие, да, то они понимают, о чем речь. Что это очень такая, очень непростая инфекция на самом деле. И поскольку был плотный контакт, а я вот не заболел. Как-то так не случилось. И потом еще были контакты с доказанными случаями. Скорее всего. Скорее всего, да. Я постарался быть тесным максимально. То есть, не выбежал расслепляться, что называется. То есть, не пошел делать антитильный тест. Хотя было так называемое народное исследование. В телеграме образовалась немедленно группа людей, которые стали быстренько бегать по лабораториям, сдавать анализы и смотреть, что вот, о, у меня антитила там. И у меня, и у меня. Как здорово. Все хорошо. Но я считаю, что это не совсем правильно. Свой статус я узнаю через 10 дней. То есть, мои 180 дней заканчиваются вот уже совсем-совсем скоро. Я уже отучаствовал. Мне скажут, в какой я был группе. И после этого я буду свободен. Видимо, получу прививочный сертификат, если это была прививка. Я так надеюсь, что все-таки это была она. Иначе мне придется искать объяснение. Да, очень многие. Так вот, как построена, в принципе, на чем создана эта вакцина? Вот на этой идее, что мы берем S-белок, не S-белок, а даже команду на его сборку. И помещаем в аденовектор. Причем для спутника взяли разные. То есть взяли 26-го типа и 5-го типа. Зачем? Спрашивают. А что, нельзя было одним обойтись? Понимаете как? Мы, в принципе, аденовирусами болеем. И в основном, конечно, это 4-го и 7-го типа. То есть не 5-го и 26-го, но все-таки. С этими мы тоже можем сталкиваться. И наш иммунитет на них может среагировать. То есть на сам носитель. Поэтому, чтобы уж наверняка взяли один редкий и один прям совсем редкий. И на их основе сделали векторы. А еще один нюанс. Дело в том, что аденовирусы – ДНК, содержащие векторы. То есть это существенно отличается от коронавируса. Тот – РНК. Что это означает? Что этот самый ген нам придется записать в виде команды на ДНК. И тут возникает недопонимание. Потому что из школьного курса биологии почему-то люди усвоили, что любая ДНК, которая попадает в ядро, она обязательно встраивается в нашу ДНК. И этим отлично пользуется. И вот на том же круглом столе рассказывали. И прочая ерунда, которая распространяется по WhatsApp и Telegram. Там вот это рассказывают, что встраивается. Что вот эти вакцины, они встраивают S-белок в наш с вами ген. Вернее, в наш с вами геном. И потом это передается детям. И трансгенные люди, вот это вспоминаем XVIII век, XIX. Примерно то же самое, только там были коровы растущие, а здесь вот такие измененные вирусные люди какие-то, не знаю. Но это недостатки разъяснительной работы. Тут я согласен, да. То есть это нужно объяснять. Почему и как все это происходит? Да, действительно, аденовирус очень сильно отличается от коронавируса. Да, конечно, он проникает внутрь, но у него есть только белковая оболочка. У него нет липидной. И она очень плотная. То есть это именно защитная оболочка. Почему? Именно потому, что внутри него ДНК. В цитоплазме нашей клетки ДНК быть не должно. И там есть масса, опять же, сторожевых систем, которые в случае чего очень быстро уничтожат этот фрагмент. ДНК должна быть в ядре. Там ей место. Именно поэтому вот этот замечательный вирус, либо он сам, либо в виде аденовектора, когда он внутри себя несет, коронавирусный ген, он по цитовскелету наших клеток, там внутри такие трубочки натянуты длинные, и он по ним так медленно-медленно, шаг за шагом, есть специальный транспортный белок, который его тащит. Этот транспортный белок тащит его к порам, то есть к отверстиям в ядре. Почему? ДНК в ядро. Перед самым ядром вирус, или этот самый аденовектор, освобождается от белковой оболочки и вбрасывает свою ДНК туда внутрь. Самое главное, этому, вот этому фрагменту не нужно встраиваться в наши хромосомы. Дело в том, что внутри ядра считывается любая ДНК-информация. Для этого есть ДНК-зависимый, РНК-полимераза. Это такой сложно называемый фермент, но главная его работа. Он засекает кнопку старт на участке ДНК, с ней связывается и считывает МРНК, то есть код на синдез белка. И неважно, встроено оно в наши хромосомы, или просто приплыло извне. Не нужно встраиваться, да, то есть аденовектор и аденовирус имеют неинтегрируемый геном. Это важная вещь. Он никакие участки не встраивает в нашу ДНК. В этом нет необходимости. Все происходит и так в ядре. Итак, что получилось, что мы считали эту самую МРНК. Вот МРНК, то есть код на сборку СБЛК, он пойдет через пору ядра, в цитоплазму, на рибосому, и там начнется штамповка кусков СБЛК. Внутри у нас есть, как я говорил, в том числе, сторожевые системы и контроль качества. Это обязательно. Все, что синтезируется в нашей клетке, оно в обязательном порядке выставляется на мембрану. У нас есть такой паспорт. Он называется главный комплекс гистосовместимости. Это паспорт клетки. И в этот паспорт периодически вклеиваются странички с теми белками, которые собираются на производстве. У нас есть сторожевые, то есть контролеры, которые проходят по клеткам. Да, это лимфоциты цизотоксические. Они проходят и сверяют вот эти самые комплексы со своими рецепторами, то есть со своими книгами учета. Как только клетка синтезирует неучтенный белок, ее уничтожают тут же, на месте. Почему? Ну, потому что, например, она может оказаться раковой, она может оказаться инфицированной, она может оказаться еще какой-нибудь дефектной. Тогда ее просто убивают. Так у нас в организме устроена защита. Мы так защищаемся. Потому что потом новая клетка возникнет на ее месте. Мы все-таки еще умеем делиться, да, и не только в смысле, что с ближним, но и на клеточном уровне. Так вот, что получается? Что, во-первых, мы призываем к себе Т-клетки, то есть Т-клеточный иммунитет формируется при введении вот именно этой вакцины. И второй момент. Синтезированный белок, С-белок, он выбрасывается через мембрану, и там на него натыкается антиген, презентирующий клетки. Дальше все по той схеме, о которой я рассказывал. Нарабатываются и антитела, и клеточный ответ. Замечательно? Ну, в общем, да. Очень даже неплохо. И самое главное, получается, что мы не разрушаем клетку понапрасну. То есть нет болезни, вот самого главного, да, то есть нет болезни. Нет вот того масштабного разрушения клеток, нет этого чертова постковидного синдрома, с которым приходится сталкиваться и разбираться. Видимо, мы еще несколько лет будем с ним разбираться. Примерно четверть переболевших остается с постковидным синдромом. То есть нет вируса. Все нормально, все анализы чистые. Но у человека слабость, у человека кашель, у человека периодически по вечерам может подниматься температура, у него потери обоняния или искажения. Причем, опять же, мы не понимаем до сих пор почему. И будет ли оно восстановлено вообще в принципе. У меня несколько знакомых бросили пить из-за этого. Просто потому, что у них любой спиртной отдает ацетонам теперь. Но это не на всех так сработало. Некоторые завязали есть мясо, потому что оно теперь пахнет тухлятиной. А некоторые завязали есть овощи, потому что у них мыльный привкус. И так далее. То есть вот кто что любил, видимо, тому то и перебило, да, вот эти вещи. Кто-то курить, кстати, бросил. И так далее. То есть это вещь непредсказуемая и, главное, непонятно, что будет дальше. И уйдет это или нет. Вот у супруги она переболела в ноябре. До сих пор все нарушено. И вкус, и обоняние. А слабость, ну я еще раз говорю, да, то есть есть не могла. И мы ее несколько месяцев вхаживали в прежний ритм. Мало того, у меня есть знакомые такие молодые, бодрые, да, борзые даже в некотором смысле. Они решили, что у нас иммунитет мощный, мы переболеем, все будет хорошо. Ну, переболели. Бывшие триатлонисты с трудом проходят один километр. Для них это теперь достижение. То есть переболевать боевой инфекцией, это, скажем так, не самый лучший вариант. Поэтому если мы то же самое можем получить меньшей кровью, то есть убив меньшее количество клеток при помощи нашего Т-клественного иммунитета и заработав защиту надолго, ну, в общем, по-моему, тут все как бы очевидно. Выбор, да. Кроме того, это бесплатно. Халява. То есть все вакцины, абсолютно все вакцины коронавирусные, внесены в национальный календарь по эпидпоказаниям. То есть они закупаются за счет федерального бюджета и для граждан бесплатны. Да, у нас некоторые шустрые в Москве попытались заработать на этом денег. То есть коммерческие центры, которым вроде как разрешили в том числе прививать, они изначально попытались провернуть такую схему. Продавали, особенно когда первые партии были вакцины, продавали прививку плюс комплекс услуг. Ну, например, все анализы, осмотр терапевта, там, наблюдение, там, еще что-нибудь. Вот это все тянуло тысяч на 30 примерно. Вот. И выдавалось это вот как за такое вот благое дело. Но им потом настучали по шапке сверху немножко, сказали, что неправильно так делать, и как-то ушло. Теперь стоит поменьше, где-то там 4-5 тысяч, но все равно. То есть к бесплатной вакцине прикручивают платный осмотр. Но для нормальных людей, да, то есть вполне реально получить бесплатную вакцину. Это важно. Далее. Публикации. Потому что очень часто в самом начале этой истории, когда только вакцины начали появляться, коронавирусные кричали, дайте публикацию, дайте публикацию. Мы не поверим тому, что рассказывают. Ну, хорошо, вот вам первая публикация по спутнику. Причем в крупнейшем международном научном журнале «Ланцет». Кстати, там же публиковались и китайцы, там публиковалась окскорбская вакцина. То есть все ведущие, так сказать, все, кто дошел до финала, они все были здесь. Была первая публикация. Начался крик «Неправильная публикация, там не так написано, там, в общем, какие-то непрозрачные вещи, уголки не закругленные и так далее, не верим». Хорошо, вот вам вторая публикация уже по итогам, по предварительным результатам третьей фазы. Я тут тоже, видимо, есть, да, то есть меня тоже здесь посчитали каким-то образом, мои данные. И после вот этого риторика резко сменилась. Что, ой, давайте-ка мы у русских купим спутник. Потому что, когда мы еще дождемся нашу местную, да, там какие-то непонятные дележи идут в Евросоюзе сейчас. И многие страны уже просто напрямую, не дожидаясь одобрения европейского, как бы, общего регуляторного органа, начинают вести переговоры с нашей страной. И сейчас уже, чтобы не соврать-то, то ли 30, то ли 32 страны одобрили применение спутника у себя на территории. И после этого, да, действительно, и в научном сообществе немножко поменялось отношение к этой вакцине. Сказали, что, ну, видимо, да. Видимо, все-таки смогли и сделали реально работающую вещь. Что здесь удалось найти? Что профилактическая эффективность на краткосрочный период 91,6, то есть не 100. Это важно понимать, да, что у нас нет вакцин, которые на 100% защищают от заражения. Нет таких. В принципе, не бывает. Никогда. Главное, что мы делаем, это снижаем риск заболевания. Это первое. Второе. Мы снижаем риск тяжелого течения. И всякая информация, которая сегодня накапливается, она это подтверждает. Действительно, так и есть. Кроме того, что еще? Что мы снижаем риск попадания в реанимацию на ИВЛ и летальных исходов риска. Вот эти все риски существенно снижаются на вакцинах. И, в общем-то, это вполне оправдывает их существование. То есть это уже очень неплохо. Первый момент. Второй момент. Экономическая составляющая. То, что, еще раз говорю, о вакцине стали говорить, ее стали закупать, ее стали массово применять в других странах, и мы получаем результаты. В том числе, вот о чем я говорил. По Аргентине, например, привито на 3 февраля 436 тысяч человек. Значит, 96,3% даже не заметили, что им ввели вакцину. То есть никак не среагировали. Переносимость вот такая получается. Остальные случаи, да, боль в месте в введения, температура на сутки-двое, там слабость небольшая, такое гриппоподобное состояние, так они это описывают. Госпитализация потребовалась 0,02 привитых. То есть цифры, как вы понимаете, несравнимы, естественно, ни с какой реальной коронавирусной инфекцией. И самое главное, это не наша статистика, которая, можно сказать, что она подтасована там, нарисована там, власти надавили и прочее, прочее. Такие вещи появляются из всех стран, где применяется спутник. И они примерно бьют в одну и ту же точку. Одни и те же цифры примерно показывают. Ну, это только что, если на мировой заговор списать, но это, как вы понимаете, слишком дорого. Это даже наши не потянут. Они, конечно, потянут поставить Трампа во главе Соединенных Штатов, да, наши там еще там много чего умеют, как оказалось. По крайней мере. Но вот купить одновременно все регуляторные органы всех стран, вот как-то пока не тянут. И вот мы возвращаемся к тому меху, да. Меховой оторочки СБЛК, которую я показывал на одном из первых слайдов. Почему мы так обрадовались, что у него мех такой редкий, облезлый, я бы так сказал. Что это такое? Это гликаны. То есть это такие олигосахариды, углеводы. Достаточно коротенькие. Почему? Зачем ему углеводы? Причем интересно, набор получается. Белки, жиры, углеводы. То есть на нем можно правильное питание организовывать, да, на этом вирусе. У него все есть. Причем в таких, в хороших пропорциях. Так вот, углеводы ему нужны для того, чтобы прятаться от иммунитета. Углеводы не иммуногенные. То есть если мимо проплывает какой-нибудь олигосахаридный комплекс, ну, на него наши иммунные клетки прорегируют так. Ну, мало ли чего у нас тут плавает. Самое главное – это белки. То есть опасность главная от белков. Поэтому вирус в ходе эволюции выработал такое приспособление. Он стал присоединять к себе вот эти вот гликаны. Такой камуфляж своеобразный получается. И тем же антителам до него добраться очень сложно. Если он прикрыт, например, как ВИЧ. Вот справа, самый правый – это ВИЧ. Там плотнейшее облако из этих гликанов. Там практически некуда присунуть это самое антитело. И получается, что у нас до сих пор нет нормальной работающей вакцины против ВИЧ. Почему? Один из ответов вот здесь. То есть плотное облако гликанов туда не пробиться антителам. А теперь что у нас по Сарского-2? А, вон он. Куцый, голый, практически неприкрытый. То есть такой мини-бикини на нем. Именно поэтому туда отлично присоединяются антитела. И с этим связаны наши надежды на то, что так оно дальше и будет. Но, к сожалению, мир как-то не торопится прививаться. Несмотря на то, что есть для этого все возможности уже. Всего-навсего нам потребуется 4,5 года на то, чтобы привить 75% населения Земли, вот если будем прививаться, сегодняшними темпами. Очень много. То есть и людей потеряем много, и кое-что еще произойдет, о чем я скажу в самом конце. Для чего нам нужна вакцина? Для создания иммунного счета. Это крайне важная вещь. То есть мы на самом деле, у нас есть три причины для прививок. В принципе. И только одна из них личная. То есть мы лично для себя снижаем риск, то что я сказал. Заболеть, попасть в больницу, получить осложнение, умереть. Вот для себя мы эти риски снижаем. Но важно понимать, я понимаю, что в нынешних условиях слово «общественный долг», оно не воспринимается никак, либо с негативным даже таким оттянком. Но две остальных причины, они связаны именно с этим. С тем, что мы живем в обществе. С тем, что мы ездим по дорогам, по правилам дорожного движения. Мы стараемся, по крайней мере, у друг друга ничего не забирать, в том числе насильно не убивать и так далее. Потому что уголовный кодекс в том числе это дело, мягко говоря, не приветствует. Есть кодекс об административных правонарушениях, есть трудовой кодекс и так далее. У нас масса всего. Так вот, вакцины – это эпидемиологический кодекс, можно сказать так. Потому что мы с вами живем, и мы можем стать источником инфекции для другого человека и способствовать ее распространению. Естественно, мы должны для этого сделать все, чтобы этого не было. Для этого у нас есть вакцины. Это второй важный резон, что мы создаем прослойку привитых. И получается так, что вирус начинает тыкаться вправо, влево. Нет людей, которые к нему чувствительны. Некому приткнуться. Не в ком размножиться. Не в ком эволюционировать, что самое главное. И получается так, что да, мы его сдерживаем таким образом. И третий резон – он тоже общественный. Это люди, которым противопоказана вакцинация. Такие есть. Да, действительно, с тяжелыми заболеваниями, врожденными в основном. Иммунодефициты. Люди с пересаженными органами, которые принимают иммуносупрессанты и так далее. То есть есть действительно перечень людей, которым нельзя прививки. Вообще никакие. В течение всей жизни. И вот этими вот щитами, стоя в едином строю, мы их и прикрываем от инфекции. Да, когда он есть, вот этот строй, это хорошо. Но вот так примерно выглядит защита от кори. То есть мы вот так вот все стоим. Все нормально. А если говорить о коронавирусе, то тут где-то раз в 10, наверное, народу меньше. И стоят они так, разрозненно довольно. То есть нет пока что популяционного иммунитета против этого. И именно поэтому такое негативное отношение к антипрививочникам. Да, потому что, ну ладно, я понимаю, когда мы стоим вот так, то сзади там кто-то может еще порезвиться. Потому что инфекция не пройдет. Но самореализовываться в том случае, если у нас есть огромные бреши в такой защите, у нас еще нет этого счета. Это, мягко говоря, такая подрывная деятельность. Это работа на врага. В частности, на коронавирус. То есть они играют на той стороне. Они за вирус, они не за нас. Что важно, что да, действительно, отказ от вакцин очень быстро приводит к возвращению инфекции. Такая случая, она уже хрестоматийная, это история на самом деле. Такой случай был в Англии и Уэльсе. Например, это было связано с коклюшем. Такое тяжелое достаточно бактериальное заболевание. В основном страдают дети от 0 до 24 месяцев. Они же умирают чаще всего, к сожалению. И именно поэтому, естественно, их в основном и прививали. И где-то к 70-м годам получили прекрасную картину. Когда заболеваемость низкая, летальные исходы единичные. Там очень-очень редко встречаются. Уровень защиты популяционный под 70%. Все замечательно. И тут появляется, причем, что самое неприятное в этой ситуации, она прекрасно перекладывается на сегодняшнюю коронавирусную. Появляется, что называется, opinion leader. То есть лидер мнений. То есть очень крутой человек на самом деле. Причем специалист, эпидемиолог Гордон Стюарт. Он очень харизматичен. Он хорошо говорит. Даже лучше, чем я. Хотя, по-моему, это невозможно. Вот. И он начинает ходить на радиостанции, на телевидение, в газетах и так далее, и так далее. И везде говорит одно и то же. Смотрите. У нас нет больше, как Люша. Мы его победили. А побочных эффектов от вакцин очень много. Поэтому давайте мы уже от них откажемся. Все, они не нужны. Они прекрасны. Они выполнили свою работу. Они нам больше не нужны. Его послушали. Еще раз. Он как... В общем, как кот-бегемот. Да? Невероятно харизматичный. Обаятелен был. Поэтому его послушали. И что мы получили? Вернее, не мы, а, конечно, а британцы. До 30% упал иммунный щит. И они немедленно получили две мощнейшие вспышки с большим количеством летальных исходов среди детей. Ну, естественно, после этого пришлось очень долго вести разъяснительную работу. Потому что вы же понимаете. Вот мне, например, очень тяжело спаривать то, что было высказано на том же круглом столе. Потому что там в кого нет книг, либо доктор медицинских наук, либо профессор. А я кто? Да, то есть у меня так обычно спрашивают. А вы кто? Что с чем мы вас будем? Мы вас будем слушать. То, что я как бы опираюсь на научный опыт, да, стою на плечах атлантов, которые все это выкопали и выяснили, это как бы не учитывается, да. Это вот так работает медицина авторитетов, к сожалению. И тогда это тоже сработало. Преодолеть то, что сказал Стюарт, было очень тяжело. Но, в общем, смогли англичане за, чтобы не соврать, по-моему, за 15 лет. 15-20 лет им на это потребовалось. На то, чтобы восстановить иммунный щит популяции и, наконец-то, усмирить, как люж. Примерно то же самое мы сейчас имеем с коронавирусом, только мы еще не дошли вот до той первой стадии. А уже сразу вот до этой ямы добрались. То есть мы еще не закрылись вакцинным щитом именно от этой болезни. Что еще важно понимать? То, что вирус будет эволюционировать. Это обязательно. Это норма. Вообще мутировать это нормально. Вот сейчас мы все с вами мутируем. Медленно, на клеточном уровне. Каждый по-своему. Но у кого-то вот каждую секунду встречается по нескольку мутаций. Наши внутренние системы починки с ними в основном справляются. То есть все это перезаписывают. Генетический код заново. У кого-то нет, к сожалению. То есть у кого-то в этот момент зародилось какое-то заболевание. У кого-то наоборот, кстати. Потому что далеко не всегда мутация – это плохо. Мутация – это данность. А вот плохо – это или хорошо – это мы уже выясняем по ходу дела. И да, действительно, если мы приобретаем что-то новое и полезное, то это хорошая мутация. Такие есть, например. Когда по Европе прошла черная смерть, это чума, соответственно, пандемия чумы, вторая пандемия чумы, очень многие люди погибли, конечно. Там невероятное количество, около 200 миллионов примерно погибло. Но многие выжили. И что интересно, их потомки сегодня реже заражаются ВИЧ. То есть у них есть определенная такая мутация, мутация иммунитета, которая была приобретена тогда. Она тогда позволила людям не заболеть чумой. Они выжили, то есть прошли естественный отбор. И сейчас их потомкам, то есть эта мутация передалась в поколениях, и выяснилось, что эта же мутация помогает и их потомкам, например, реже заболевать ВИЧ. Полезно? Очень. Замечательная штука. А бывают негативные? Конечно, бывают. Естественно. То есть любой рак – это, в общем-то, негативная мутация. Так вот, вирус тоже мутирует. Для чего? Для того, чтобы эволюционировать. Как любой вид. Естественно, какая его задача? Его задача – выжить, поесть и размножиться. Всё. Это, собственно говоря, задача любого живого организма. Мы просто для себя что-то ещё новое придумываем. Всё-таки люди, нам скучно. Просто так. А вируса этого достаточно. Поэтому в одном и том же человеке может поменяться несколько поколений вируса. Очень быстро. И вот что мы сейчас имеем, вот там, на самом верху, не очень хорошо видно, но потом можно будет скачать, посмотреть, на самом верху находится исходный штамм вируса. А дальше пошло дерево. То есть там просто огромный куст. То есть появляются новые варианты. Тут и британский вариант, и южноафриканский, и южноамериканский. Отдельно ещё бристольский появился. И ещё каждый день приходит сообщение о том, что эта зараза эволюционирует. И умудряется, например, избегать наш с вами антител. То есть это его задача. Мы боремся против него, он против нас. Умирают те, на кого антитела наши подействовали. А если вдруг кто-то выжил, он даст потомство, да, эта линия пойдёт дальше развиваться. То есть нормальный, естественный отбор при наличии вот такого вот фактора, как наши с вами антитела. И при этом, естественно, он ещё приобретает способности лучше распространяться и убивать больше людей. Но это просто бонусом. Оно как бы дополнительно. Он не хочет на самом деле. То есть у него нет такой задачи. Но так получается. Поэтому ещё одна важная функция вакцинации. Мы должны вот это дело остановить. Потому что чем дольше вот эта вот хренатень будет эволюционировать, тем более злобный шанс, вернее, злобный штамм в итоге мы получим. И переболевшие заново будут болеть. И не факт, что легче. И вакцинированные старыми вакцинами тоже начнут болеть, да, потому что эта зараза изменится. Тут у нас есть, конечно, некоторые обнадёживающие факторы. Например, то, что всё заточено на S-белок. Он, понимаете как, он критически важен для вируса. Я уже сказал, он должен как ключ к замку подходить к нашему рецептору. Если он изменится сильно, вирусу придётся искать другой рецептор. Он не сможет с ним соединиться. Но если мы ему время дадим, он найдёт. Это вопрос времени. Это только вопрос времени. Так что задача просто не давать этому вирусу эволюционировать. То есть распространяться в популяции на большое количество людей. Чем больше будет иммунная прослойка, тем меньше вирус будет изменяться, тем больше шансов, что мы получим к нему устойчивый иммунитет. Мало того, сейчас уже проводятся специальные исследования. То есть оценивается, как защищают антитела после вакцин и антитела после переболевания. Так вот, получается, что антитела после переболевания более слабые. Как я сказал, да, вирус устраивает погром, в том числе и в нашем с вами иммунитете. И поэтому где-то в 30 раз, например, хуже связываются антитела с южноафриканским штаммом, с новым, если человек переболел исходным. И примерно в 8 раз только хуже, если человек был привит от старого штамма. То есть в любом случае, и даже здесь вакцины выигрывают в дополнение ко всем уже перечисленным факторам. Да, я понимаю, что есть огромная проблема с информацией. Потому что, опять же, очень многое зависит от авторитета рассказывающего, да, от того, кто он. Если он доктор наук, если он профессор, если он академик, не дай бог. Или если вдруг, не дай бог, Нобелевский лауреат. Это всё, это небожитель, с которым спорить нельзя. Ни в коем случае, даже если он неправ. Хотя такие люди есть, они действительно неправы. И мне очень тяжело рассказывать о том, что Лайнус Полинг был неправ в своих предположениях насчёт витамина С, да, что можно его есть в больших дозах и от всего защищаться. Его, кстати, немедленно вспомнили во время коронавируса. Ну и где тут витамин С? Далеко не в системе использования, да, то есть никак он не помогает. Как и от гриппа, от прочих простуд. Вот. Но, когда начинаешь об этом говорить, с той стороны возникает закономерный вопрос. Доктор, сколько у вас Нобелевских премий? Вот. А у Лайнуса Полинга было две. Когда будет две, приходите, будете с ним спорить. А пока что мы слушаем его. Вот это огромная проблема. Поэтому, конечно же, я не призываю верить мне лично. То есть я призываю верить медицинской науке. Доброкачественным исследованиям, нормальным источникам, да, и так далее, и так далее. Естественно, немедленно возникает вопрос, где все это брать. Начнем с книг, поскольку это такой достаточно традиционный источник. Одна из них, она касается прививок вообще, в принципе, и там собраны все антивагонизационные мифы. Причем в очень хорошем смысле собраны, то есть там и примеры из жизни, как они реализуются, и исследования, откуда они вообще, в принципе, взялись. Почему? Потому что многие взялись, как обычно, из ошибок, из недопонимания и прочего-прочего. Пол Оффит «Смертельно опасный выбор». Замечательная книга. Я специально попросил, чтобы перевели на русский язык, потому что она... Ну, лучше я пока ничего в мире не читал. Но оно было до этого на английском. А теперь ее перевели, можно использовать. Далее. Книга Кати Умняковой, она как раз специалист, то есть она знает, о чем пишет. Биолог-иммунолог. Работает как раз вот с такими тонкостями наших, так сказать, взаимоотношений с различными возбудителями. Книга называется «Как работает иммунитет». Отлично рассказана, вот очень даже простым языком, я бы сказал так. Понятным. То есть даже для людей, у которых нет специального образования, в принципе, для этого и сделано. Все, что касается иммунитета, как все это работает, как организовано в этой книге. И третья книга Иры Якутенко, она называется «Вирус, который сломал планету». Собственно говоря, о коронавирусе. Надо сказать, что написали все. Вот все только... То только мог. Я вот только не написал, хотя мы им предлагали. Я говорю, ну, ребят, информация изменяется каждый день. Как мы можем написать книгу, которая будет универсальна? Но вот Ире удалось на самом деле, потому что она не лезла в частности, она взяла какие-то общие случаи. И да, действительно, оказалось очень полезным. Так что все, что касается коронавируса в общем, в целом, отличный источник. Очень даже советую. Далее. Что еще? Почитать. Уже такие интернет-ресурсы. Есть в Инстаграме такой блог «Нинавакцина» называется. Может быть, кто-то уже читает. Если кто-то еще нет, то прямо рекомендую. Антонина Абласова. Белок. То есть, опять же, специалист. И то же самое. Она не свое мнение преподносит, а она транслирует научное знание. То есть, все, что показано в доброкачественных клинических исследованиях, все, что накоплено в опыте, в мировом, оно все в основном на английском, к сожалению. Да, сейчас это международный язык науки. Может быть, потом попозже будет китайский, и тогда я ничем помочь не смогу. Вот, потому что я не умею на нем говорить и читать. А на английском я пока могу. И есть специалисты, которые тоже так же могут. Они все это переводят на русский, систематизируют и позволяют читать. Далее. Еще очень интересный проект называется «Прививка от рака». Здесь разбираются те вакцины, которые предотвращают появление рака. Ну, в первую очередь, что это у нас? Это против вируса папиллома человека, первый. И второй, в основном, против вируса гепатита B. Потому что оба вируса онкогены. И здесь очень подробно все разобрано. Они очень долго его делали, но в итоге сделали. Очень даже неплохой. Информативно, инфографика есть, и почитать, и прочее, прочее. Далее. Очень часто спрашивают, чем мне привиться. То есть я взрослый человек. Какие прививки мне сделать? То есть, ладно, убедили, что мне сделать. Вот этот материал. Опять же, это плод коллективного творчества. Да, это масса была самых различных консультантов в том числе. Собрана вся действительно научно обоснованная информация. И все это соотнесено с российским законодательством о прививках. Какие вакцины делать взрослым. Ну и детям, конечно, тоже. Но в основном акцент на взрослых. Если кого интересует, опять же, пожалуйста. Далее. Про коронавирус. Конкретно про коронавирус. Значит, ВКонтакте. Есть такой ресурс, называется «Конспекты Юджина». Но вот эту заметку могут читать все. Независимо от того, регистрировались вы ВКонтакте или нет. Просто по этому адресу или по QR-коду, который я тоже показываю. Можно пойти туда и почитать. Значит, что это за проект. Это почти сразу один белорусский товарищ, айтишник. То есть у него систематизация информации, все нормально. Он начал собирать то, о чем рассказывали, ну, вот такие люди, как я, например. Или там Саша Панчин, или там еще кто-нибудь, или журналы научные, что об этом писали. Он все это складывал, складывал, складывал. И потом обратился, ну, в том числе и ко мне, и к другим специалистам, что, ребята, давайте мы вместе это будем делать. То есть вы будете рассказывать, писать, подкидывать информацию. Я ее буду систематизировать, а вы ее еще и проверять будете. Этот ресурс есть до сих пор. Он огромный, он разросся просто до невероятных размеров. Здесь можно сказать, что это энциклопедия коронавируса на русском языке. То есть такого вы точно больше нигде не встретите. Вот на все вопросы есть ответы. То есть мне можно их не задавать даже. Можно просто пойти и почитать там. От того, работают ли маски и почему работают, и заканчивая там, правда ли, что, не знаю, там 5G вызывает эти коронавирусные явления и что это, так сказать, вирус искусственного происхождения и так далее. То есть любые вопросы, все здесь есть. Ну и я так надеюсь, что я все-таки смог некоторое количество информации разложить по полочкам. Я понимаю, что время очень маленькое. Я могу весь день об этом говорить. Тема огромная. Да, тема острая, я бы сказал так. И здесь есть масса реальных проблем. То есть нет совершенных вакцин. Это правда. То есть, опять же, это никто не скрывает. Мы обмениваем риски. Это самое главное. То есть гораздо больший риск естественной инфекции мы обмениваем на гораздо меньшие риски каких-то осложнений от вакцин. На самом деле, основное, чего следовало бы бояться от вакцин, это то, что они не сработают. Вот это основное. Все остальное, ну правда, то есть там настолько оно минимально по вероятностям, что я понимаю еще раз, да, что это все человеческие жизни. Но вот на той чаше весов гораздо больше человеческих жизней. Поэтому нам приходится принимать такие сложные решения. И не то, что рекомендовать вакцинацию, а прям настаивать, надеюсь. Надеюсь, я все-таки убедил. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова